Резиденты и территории опережающего развития с начала года инвестировали в экономику Башкортостана полтора миллиарда рублей и создали 760 рабочих мест. Об этом сообщили в региональном Минэкономразвитии. Всего в республике зарегистрировано 134 резидента ТОР с плановым объемом инвестиций более 44 миллиардов рублей и созданием 12 тысяч рабочих мест. Они уже вложили в экономику региона более 11 миллиардов и трудоустроили 6,5 тысяч сотрудников. Большая часть компаний производит нефтепромысловое оборудование, железобетонные конструкции и металлоизделия. Если посмотреть общенациональный масштаб, масштаб сервисской федерации, то в Башкортостане находится порядка 5% всех созданных ТОРов, в которых создана порядка 5% всех рабочих мест. По привлеченным резидентам показатели выше. Это порядка 10% выше, 10% всех привлеченных резидентов. А вот по инвестициям показатели скромнее. Всего лишь порядка 3% всех привлеченных инвестиций в данной территории. И это, конечно же, повод для дальнейшей работы, для стимулирования привлечения инвестиций. Республика является одним из лидеров в стране по числу территорий с преференциями для инвесторов. На сегодня в регионе действует 5 ТОРов, особоэкономическая зона Алга, 12 индустриальных и 19 технопарков, а также 17 промышленных кластеров. Компания «Башкир Автодор» по итогам 9 месяцев года вышла на безубыточность и сейчас покрывает свои издержки. Об этом в интервью Рыбы Кауфа на «Транспорт на неделю» в Москве сообщил исполняющий обязанности премьер-министр правительства республики Андрей Назаров. Он выразил уверенность, что предприятие начинает медленно выходить из кризисной ситуации, что положительно скажется на содержание дорог. По словам Андрея Назарова, самое главное, что все партнеры «Башкир Автодора» запасли с терпением и ожидали взаимных расчетов. Это очень важно для Башкортостана, тем более, что «Башкир Автодор» самая разветвленная компания, работает и там, куда не приходят другие компании, в самых отдаленных уголках. Это важно, тем более для такой территории, как у Башкортостана, 143 тысячи квадратных километров, там каждый уголок важно, тем более зимой, например, когда уже могут быть заносы. Еще как бы своевременно реагировать на это. Ну и, в общем-то, 100 лет компании, это говорит о том, что, конечно, она должна продолжать работать в Башкортостане и давать свои результаты. Уверен, что будет работать эффективно. Компания «Башкир Автодор» завершила 2023 год с выручкой в размере 12 миллиардов 700 миллионов рублей, при этом чистый убыток составил 4 миллиарда 100 миллионов. В феврале этого года арбитражный суд республики возбудил дело о банкротстве. Процедуру инициировало строительное управление номер 5. Затем к делу присоединились Баймакский литейно-механический завод, Аквамак Процессинг, Сколхимпром и другие кредиторы. Общая сумма в исках составляет 255 миллионов рублей. В мае на предприятии ввели процедуру наблюдения. В Нацбанке по Башкортостану предупредили о новом виде мошенничества. Злоумышленники стали предлагать потенциальным жертвам воспользоваться бесплатной услугой инкассаторов. Звонят обычно под видом сотрудников кредитных организаций и сообщают, что на банковские счета идет массовая атака, которая может привести к хищению денег. Обезопасить их якобы помогут инкассаторы, которые заберут наличку и перевезут ее в другой банк для временного хранения на защищенном специальном счете. Услуги инкассации могут оказывать только специальные банковские подразделения на основании соответствующего письменного договора. Знайте, что если вам предлагают бесплатную инкассацию, то это точно мошенники. Банк России напоминает, что не совершает звонков граждан, не ведет их счета и хранение денежных средств и ценностей граждан. В Нацбанке отметили, что после введения новых мер защиты, а именно двухдневной приостановки переводов на счета из специальной базы ЦБ, блокировки счетов и дропперов, похищать деньги стало сложнее. Поэтому мошенники изобретают альтернативные способы обмана и нужно быть на чеку. Напомню, с начала этого года жители Башкортостана отдали злоумышленникам более 3,5 миллиардов рублей. Максимальная сумма за сутки составила 10 миллионов. Компанию из Москвы включили в реестр недобросовестных поставщиков за срыв ремонта сельской библиотеки в Башкортостане. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы по республике. По данным ведомства, в начале октября Центральная районная детская библиотека заключила контракт на 1 миллион рублей с компанией «Бигстрой» на проведение капитального ремонта Минзитаровской библиотеки. Его необходимо было выполнить до 3 ноября. Подрядчику перечислили аванс в размере 30%, как и было предусмотрено соглашением. Однако работы так и не начались. Более того, фирма даже не завезла на объект стройматериала. В итоге заказчик расторг контракт и обратился в антимонопольную службу, которая признала компанию «Бигстрой» недобросовестной и включила ее в соответствующий реестр на два года. Башнефть выплатила держателям облигации свыше 420 миллионов рублей. Об этом компания сообщила на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Всего в обращении находятся 5 миллионов ценных бумаг этой серии. Их разместили в июне 2015 года. Дата погашения – 19 мая 2025. Длительность 19-го купонного периода составила 182 дня с 20 мая по 18 ноября этого года. Размер выплаченных доходов на одну облигацию эмитента номиналом 1 тысяча рублей достигает почти 85 рублей. Ранее владельцам другой серии ценных бумаг компания «Башнефть» выплатила 847 миллионов 700 тысяч рублей. Студенты из Башкортостана, обучающиеся в московских вузах, смогут проходить практику в родном регионе. Глава Башкортостана поручила правительству совместно с предприятиями создать соответствующий банк вакансий. В течение двух месяцев планируется определить регламент и разместить перечень вакансий на определенном сайте. Ради Хабиров также отметила хорошую динамику развития экономики Башкортостана и множество возможностей для молодых специалистов. Мы создали систему грантов. То есть, если сегодня кто-то понимает в этом, грант – это, собственно, деньги на развитие института гражданского общества. То есть, какой-то интересный проект, который касается именно вас. Мы выделили четко тех, кто учится в Москве, в Санкт-Петербурге, чтобы вы получали эти гранты и реализовали какие-то программы, направленные на укрепление между собой, поддержку друг друга и так далее. Поэтому эту задачу мы тоже сделали. В Москве и Санкт-Петербурге учатся несколько тысяч уроженцев из республики. В общении с Радим Хабировым приняли участие более ста человек – лидеров общественных организаций. Студенты интересовались экономическим и социальным развитием региона и предложили привлекать молодежь к проектам республиканского масштаба. В завершение встречи наиболее активным представителям молодежи Ради Хабиров вручил государственные награды. У меня на этом все. Я с вами прощаюсь. Увидимся на РБК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова